Вот это вот Елена Александровна вместе со своими товарищами, да? Дело в чем, значит, я хочу дальше, чтобы мы оба участвовали в разговоре, чтобы вопросы задавали обоим, так? И хочу отметить следующее, значит, до сих пор, хотя вот эти выпускники, как курсы по повышению, они представляют собой, можно сказать, элиту, да? Советского, ну, это же не шутки, со всех Союза съехались, вот. Вот здесь самая Елена участница, это наша, которую можно назвать мисс Мечоринских садоводов, да? Вот Елена Александровна, вот она, знакомьтесь. Так, и здесь единственный знакомый человек наш, вот, Александр Юрьевич Ваулин. 15-летнее знакомство, я его не разочаровал, и дальше мы будем говорить об очень серьезных вещах. Дело в том, что, Елена Александровна, я приготовил для вас сюрприз. Какой? Я сейчас буду предлагать несколько видов деятельности, которые, на мой взгляд, абсолютно не занимаются наукой. Вот скажите, Анна Милова, сколько, 150 лет саду, научному саду Крутовского, сколько там, а, уникальное место по такой встрече, как, есть, да? Да, есть, по местоположению. Да, по местоположению, по гигантскому водоему теплому, который называется Касаятская дохранища, так? Вот, сад Крутовского начинал, до этого появился, на 100 лет, до этого водоема, на 167 лет. Но, сейчас там климат изменился, условия улучшились тысячекратно. Сколько абрикосов растет в этом саду? Один. Один. Так, комментировать не будем. Хвататься за голову не будем. А у Аулина, в Челябинске, растут мои культурные абрикосы и мои манджурские абрикосы. И вот, после того, когда, казалось бы, мы с ним, наверное, уже не вспоминали друг о друге, я получаю письмо и просьбу, чтобы я обеспечил его, обеспечил. Он мне заплатил за это два раза по 10 тысяч рублей. Я рванул в Абакан, потому что ему нужно было со всех Акасий собрать косточки. А условия была, это, обратите внимание, давайте на этом засыкнемся. Абрикосы должны быть непривитые. У меня в саду таких образцов оказалось штук 15-20. Мало, и я поехал в Абакан. Сейчас я вам покажу это все. Ну вот. Так, сейчас вспомню, где оно у меня. А, вспомнил. Так. Это было в 2018 году. У меня уникальный, уникальный архив. 2018 год. Так, проскочил. Сейчас. Проскочил. Вот сюда нам надо. Давайте смотреть. Страшнейший 2018 год. Он не был страшный по морозам. 17-18. Вот. Да нет, за 40 было. И тогда мне пришлось, чтобы честно деньги отработать, пошариться и по Саиногорску, и там. Смотрим. А, нет, я не туда нажал. Надо было вначале. Вначале. Вот. Сейчас я представляю вам самые морозыки в мире. В мире. Поняли? Вы скажете, что там за полярным кругом есть еще у кого-то. Там в Швеции нет, в Норвегии нет, в Японии, в Таюжне. Ну, смотрим. Итак. Вот эти вот. В фильмах есть. Я ходил, девочки собирали. Я все это. Поэтому ничего не выдумаю. Я попал. Ну, так получилось, что пока показываю свои. Вот это я ему выслал. У Саи было одно. Не привитое. Так. Ну, вы уже сейчас видите, что это никакие не дикари, да? А Серафим привитый, я не высылал. Бай привитый, я не высылал. Патриарх высылал. 42 грамма непривитый. А это 2. Получается 21. Са 21 грамм. Да, 21 грамм. Вот. Серафим. Ну, хорош, да? Только привитый, я не высылал. Амур Сеянцевый высылал. Сеянцевый. Вот он. Хорош, да? Почему я это объясняю? Потому что у нас... Я сейчас скажу. Мы когда-то с Курдемовым поделили Россию на 2 зоны. Большая часть это... Ну, север, сами понимаете. Для меня Москва север. Челябин север. Хабаровск, Владивосток север. Иркутск, Савиноборск. Томск, он север. А юг, это юг. И вот в последнее время я обратил внимание, что мы неправильно поделили Россию. То есть, знаете, этот самый, как Евдокимов говорил, покойный. Я в этом краю деревни никого не трогаю. Нас даже обвиняли в том, что мы почему с собой не ссоримся. Мы якобы две разные школы представляем. Там мы не собирались ссориться. Но в последнее время надо бы выделить огромную... Это большая часть России. Я ее теперь называю не южное садоводство, не северное. Я называю это серой зоной. И там должны применяться только северные агроприемы. И ничего с юга. Иначе бы... Да иначе невозможно. Вы видели человека, который... Доктора наук, который нас учит так, как его научили. А его тоже научили. А его научили. С какого века это идет? С тех пор, как появился первый журнал, вышел в России где-то примерно в 40-х годах, по-моему, 19-го века. Вот с тех пор. Вот. И сейчас никому ему в голову не приходит, что все не так. Потому что он учился, а сам почему-то не сомневается в том, что именно так должна вся Россия делать. Вот я, а это представитель, тот доктор науки, я называю представитель серой зоны. Сюда входит большая часть России. И вот, пожалуйста, это все должно расти не только на севере, но и в серой зоне. Вот поняли, к чему этот спич? Вот. Академик. Кстати, это самые мелкие академики. Единственное, который хоть подобие носа показал. А то они вообще округлились до невозможности. Итак. Еще раз. Вот, это все еще красный хутор. Ладно. Посмотрели. Теперь смотрим дальше. Я хочу вас полностью познакомить. Подсиние. Так. Абрикос похож на Амур, но непримитый. Как сказали хозяева. Вот так. Предположительно, Серафим. Я же не знал. Люди не знают, каким богатством владеют. Опять подсиние. Абакан. Там есть две зоны. Самохвал и подсиние. Вот эти две зоны. Плюс сама черта городская, где греет себя. Вот эти три зоны. Ну, там должно, по моим понятиям, расти к десятке тысяч. А я с трудом наскреб, чтобы отработать свои десять тысяч. Итак. Опять гора Самохвал. Так. Опять гора Самохвал. И вот я нашел, который мне очень напомнил красавчика Байкалова. Я уверен, что большинство сортов, что у людей растет, это его. Его наследие, можно так сказать. Хотя растет в частном секторе. Вот. И вот я после той страшной зимы, предпоследней зимы, скажем так. Вот здесь, да. Посмотрели. Я специально. Вы знаете, что это? Кто видел мою гостевую, там есть обидное письмо. Там написано. Я не люблю, когда люди, фамилии нет, имен нет, где, откуда нет. Серж. И этот Серж меня, значит, отчитал. А почему это я не это? Самое. Я должен был все подробно. Про каждый сорт, да, я обязан, да. Вот. Только забыл написать это. Спросить меня или саму сказать. Кто же кормить-то меня будет? Вот. А я пока чем могу. Смотрим дальше. Это еще не все. Ага, вот еще нашли. Перед Сержем отчитываюсь. А куда деваться? Опять. Ну, некоторые фотографии могут потеряться, не удивляйтесь. Вот потому что, это самое. А, ладно. Вот сюда заглянем. Итак, Железов. Маньчжурский номер 4. Неплохо. Вот мне скажите, как я могу описать его и соседнего с ним. Вот. То, что у меня потребовалось, вот, таблица, я, честно говоря, не в состоянии сделать. Ну, и 5. Это то, что я высылал товарищу этому. Ваулину. Ваулину, да. Так, где-то еще я, наверное, мне просто, наверное, я просто-напросто не все нашел. Ладно. Сам принцип вы поняли, да? Итак. Перед Ирена Саной, а я этот семинар для нее делал. Почему? И сейчас она входит в эту элиту. Там не держат случайных людей. Вот. Ваулин. У него есть направление определенное. Не зря же это два, я выполнил две его просьбы. Так. Хорошо оплачиваемый, кстати. Спасибо. Вот. И вот это направление меня смутило, Элина Александровна, что только непривитые сеянцы, да? Сдерживают это. А я специально, видели, там показал. Амур он был привитый, Серафим был привитый, бай. А если бы они дошли до плодоношения, да? А у них рядом супруги, такие же культурные, еще крупнее, да? Вот. Вопрос. Уже не ко мне, наверное. Ну, по Мичурину. А Ваулин сказал, он очень уважает Мичурину. Вот его слова. Очень уважает. Но у Мичурина получается, что подвой, так? А у меня-то культурное привитый на маджурство. Должен передаться. И передаться следующему поколению. Это Мичурин сам, великий. Вот. Отменили Мичурина. Отменили это или нет? Если, получается, не отменили, великий на гибридацию существует. А в Иркутске что сказал директор это самое? Я рассказывал, нет? Нет. Директор Сребуны была, это, как региональная конференция. Зала сказали, вы поддерживаете великий на гибридацию Железова? Думаете, он сказал за себя, он сказал за всех. Он сказал, но он себя не поддерживает. Получается, получается, манжурит сам по себе. Прививка на нем держится. Допустим, он держит, как 40, когда у нас обыденность держит. Берем с него плод, при 30 замерзает. Вот тот роскошный. Кто проверять будет? Я не знаю, смотрите в глаза. Надо проверить. Надо проверить. А у меня, знаете, это самое, когда-то не закончится. Косточки роскошные. А у меня это заначка. Сейчас я вам столько преподнесу, я специально ждал вас, как этот самый, как этот, это важный бенефис. Ладно, груша нарядная Фимова, привита на уссулинские груши, у меня охотно выписывают по двое грушевые. Все видели у меня таких много фотографий, все видели, как я угощаю ням-ням-ням, прям с деревьев, они действительно сладчайшие, да? Два десятка уникальных сладостей деревьев, которые не испортила уссулинская груша. И что дальше? А дальше я рассказываю анекдот, только не обижаться. Собрал царь зверей, всех зверей и сказал, приказ, умная направо, красивая налево. Все звери разбрелись, кто стал себя умными направо, кто красиво налево, обезьяна стала стоять. Чего стоишь, спрашивает царь зверей. А та возмущенно говорит, мне что, разорваться что ли? Так вот, Елена Александровна, сейчас вы пойдете на разрыв. Ну, разве можно не заниматься этим чудом? Уссурийская груша позволяет без потерь даже в сорокградочные зимы выращивать такие чудеса по двое. С идеальной биологической совместимости. Вот хорошо бы, вот всю вот эту команду, да? Я специально эту фотографию вашу, вы мне подарили ее? Спасибо. Вот. Я бы всех бы их сказал, да ребята, вот чем надо. Я понимаю, никто не разрешает. Это другой вопрос. А мечтать-то не вредно. Представляете бы кто-то, не, не вы. Вы, вы же груши перерезли, все, реализовую практику проходили, все лето. Груши для вас вчерашний день. Но кто-то должен эту красоту подарить всей России. Это же еще только начало пути. Может еще больше, еще лучше. Вы знаете, это, ой, не, вы знаете, какие результаты у Латинкова, вы знаете, какие результаты у Чернобаева. Уже смотришь, думаешь, господи, да мне надо уже к ним записываться, ученики. Я уже хочу к ним записаться, к ним ехать надо будет. Вот, видите, ага, кто финансировать будет? Придется самому. Ага, вот именно. Суба на полку и поехала. Чай, пути, чай без сахара, да? Если так всерьез. Вот, представляете, еще одно направление. Оно касается яблони, слива, я не буду про все. Я сам принцип. Вот это, то, что выдерживает 40 градусов в Сибири, во всей серой зоне, туда можно отнести, ну, наверное, процента 70 нашей страны, в серую зону. Ну, потом окажется, что с ними вообще обращаться очень сложно. Представляете, как трудно. Веточка торчит у Бога, а вы не имеете права подойти и отрезать ее. Вы не имеете права даже нагнуть ее. Как это тяжело, стоять сбоку и смотреть. Да что она, кривая горбуля. Ну, и что, что на ней случайшие плоды. Ну, сама мысль. Вы поняли, к чему я планю? Вот это вот, следующий этап. Когда вы мне, когда я вам сказал, что Сергея... А, нет, это, когда мы с вами подошли, увидели, что они уже сухие, что их не выкупили, что обманули, вот, что эти жердели выдержали все морозы. Жердели с Херсонской области, 200 километров от Крыма. Выдержали все морозы. Урожай рекордный. Ну, что еще надо-то? И вот сеянцы, да, для всей серой зоны. И никому не надо. 250 рублей ни одну не продал. Это Россия или что? Ладно бы его не знали. А знаете еще почему? Потому что, не потому что не хотят, а потому что не верят. Их научили эти ямы, они сгноили там и так далее. Вот. Так, ну что жердели мы делать будем? Он еще не все ее не стежил. Будем восстанавливать, переносить камни в сад. Так, а насчет разорваться? Придется разрываться. Надо все успевать. Вот она. Это урожай где-то 13-й год, не самый еще большой. В 16-м году 23 ведра. Я не знаю, что с ними делать. Думаете, косы хорошо брали? Ага. Конечно бы. Так вот, что интересно, да? Кругом роскошнейшие. Тут рядом с ним ближе всех академик. И ведь, я смотрю, они в этом, это старый снимок, не старый, 13-й год, сколько, 6 лет прошло, да? А последний урожай был? Ну, скромненький, там ветра 2-3. Ну, это зима-то же, шутка. На дереве сухих веток нет? Нет. То есть урожайчик 2-3 ветра был? Был. А они покраснели. Стали чуть крупнее, краснее. Но это начало пути. А что у детей? У них же это, папы-то благородные. Так, ну что, разрываемся дальше. Вот это вот, снимок 19-й год, это я фотографировал питомник Железова. Итак, это подвой, благодаря которым даже такая вещь, как жардель с Украины, сибирские морозы нипочем. Как я говорил, дикарь на дикаре. Ну, я вот убедил, что маньчжурский абрикос далеко не дикарь. И вот эти подвои, он их продавал, я не помню, по 300 рублей. Да что их привать-то? Не умеешь, не хочешь, пожалуйста, бесполезно. Тоже никто не покупал. Ладно, а теперь внимание, Глент Александрович, узнаете, на что привают крупнейшие питомники абрикосы? Это вишня бессея. Правильно, это вишня бессея. Кустарник, цитирую, высотой 2-2,5 метра. Кустарник. Вот, представляете, на нем привито вот это вот. Все еще ищу. Я везде запросы в начале. Я еще начинал, еще не было интернета, я начинал с газет. Пришлите фотографию абрикоса. Единственное фотографии, присылали на волосы. Видишь, я так удивился, прилично выражаю. Конечно, она год-два умирает. Это понятно. Ну, на волосы, видишь, хоть одну увидел. А ведь учат приватить на нее и на это. Самое главное продать, чтобы не успел умереть до продажи. Вся задача питомника. Так что, ребята, спрашивайте. Когда питомники вам... Вспоминайте, мы с вами не первый вебинар, а второй проводим. Вспоминайте, я вам показывал рекламу питомников. Не говорю, какой питомник. Ну, тоже кушать хочется. Они дураков ищут. Вот. Хотите заниматься с ними? Ну, спросите их, на что привится. Ну, почему, если пишут, абрикос привит на полукарлик? Я железу понять не могу, что же это за полукарлик? Когда знаешь, что промышленных масштабов, кроме абрикоса, приватят только на это. В промышленных масштабах. Только на бесе. Почему? Сразу много легко. Не замерзает. Абрикос вообще... Еще и манжур себя угробить легко. Там так же гнетка, нево шейка, то все. А это по барабану. Ну, еще остается слива, алыча. Что еще? Слива, алыча. Ну, не на персик же привать. Слива, алыча, слива, алыча. Да и все. Терн, терн, терн. Все. Ну, ищите истину. Вот это, Алина Александровна, это вам сюрприз. А сюрприз знаете, как растут? Вот здесь ряд мощных деревьев. Тут вам ифаина, вот она с края. За ней идет Королевский, за ней идет Рыжий и так далее. А тут Сергей Питомник справа. А здесь вот эта серая зона. Вы представляете? Много лет я думал, что это... Он растет, да? Ну, на продажу. А он их-то не трогал, потому что он-то знал, что это... Это... Самосев. Самосев. И молчал. В этом году... Нет, в прошлом, в 2019-м. Вот сейчас уже 20-й. Мы подходим к Савин Санне и я говорю, Сергей отдает... Дарит вам. Забирайте. Куда садить? Вот. Больше он тут уже все, дальше некуда. Они еще крупнее. И, в общем... Ну, что я скажу? Смотрите. Я вам кое-что дальше покажу. Вот это вот... Еще одно направление. Но самое загадочное. А как у меня получилось? У меня... Не считая у соседа 5 деревьев. Так. У одного, у второго 2. Это 7. 9 абрикосов Бродского растет вот тут. Вот видите? Вон края. Это не теплица, а... Это фактически не теплица. А это парник. Вот крайний. Вот это крайний. Не плодоносило. Так. И еще на участке, который я перенес, еще более диковинные листья. Тоже не плодоносили. Вот потерян. А листья неправильные. А он мне говорил, что они персиковые. Ну, ветки-то надо сейчас брать, чтобы год-то не терять. Ну, я что-то не прав. С этих трех деревьев. Ну, так уж получилось, чтобы все три не плодоносили. Вот именно вот эти три. Этот самый левый. Так. И там два на том участке. И гадай теперь. А как жить? Если бы мне сказали. Здесь гарантированно будут сто граммовые персики. Неинтересно. А вот то, что я не знаю, что там будет. Вот ради этого стоит жить. Ну, что, завтра режем. У нас в центре Сибири абрикосы вообще не болеют ничем. А это его абрикосы. Я ему фотографии делал. Всех фильмы снимал. Но ведь это же ни шутки, ни обман, ни преувеличения. Невероятно. Не может быть никогда. Под конец яблони начали паршой болеть. Груши начали паршой болеть. Ну, куда? Ну, это нормально. У меня яблони и груши искалечены. Если ветки берем на прививку. Я говорю, не тоже эти деревья, а сам режу. Потому что надо зарабатывать на жизнь. Вот такая история. Ну, вот еще разорваться будете. Вот эти вот абрикосы. Раз, два, три, да? Вот эти вот. Они уже Сергей так еще попросил со мной. К якобы посоветовался. Мы прикупили участок вот этот для него. И он там чувствует себя полным хозяином. Он говорит, я и срублю. У меня места нет под питомник. И смотрит на меня. Я говорю, ну, руби. Ну, я надеюсь, что к весу тебе не хватит времени срубить. Или случится чудо. Вот. И в этой огромной Сибири, в которой зарастает пахотная земля, в которой не трожь, нельзя. Никакой суд не выиграешь. Нельзя, не трожь ее. Она зарастает в сосны уже. Такими, да вы все знаете. А вот это самый сладкий из маньчжурцев. Они будут убраны. Я говорю, не то, что вот на зло всем. Просто жизнь заставляет. Иначе не прокормиться. Тут, Елен Сан, даже вы не поможете. Срезай веточки с них, не срезай. А вот это питомник, который плавно переходит в маточный сад. Вот яблонька. Это три года или два. На третий или на четвертый. Тут они плохо растут. Мы специально не поливаем. Специально. Чтобы влезли в посылку. А не лезут. Абрикосы эти вообще ужас как лезут. Вот вам, пожалуйста. Я тут абрикос уже несколько срубил таких. Знаете, какие он рубил? Бай. Вот дай-ка вам несрубленный бай. Сейчас покажу. А, нет. Потом чуть ниже. Вот это, Елена Санна, почему? Самую удачу из моих персиков, переживших, сорнянцев сделал. Почему он не замерз? А, ученица? Потому что он рядом с забором и рядом с домом. Так называемая тепловая подушка, которая греет растения. Ну, все правильно. Ну, что я скажу? Все правильно. Вот это вот слива. Фотография из сада, черный бай. Я вас познакомил. Скажите, что уникальный мужик. Да. А я всегда горжусь своими друзьями. Вот. Ну, естественно, веточка когда-то была моей. Вот. Она стала, изменила цвет, вкус. Вот. И цвет, и вкус изменила. Урожайность она не потеряла. Вы же сами продолжите в этом курсе. Леонид Дмитриевич прививает сливы на абрикос и делает это для того, чтобы не образовывалась корневая поросль. Но на самом деле сливом абрикос дает уникальный рост, быстрое развитие и быстрое вступление в плодоношение. То есть от прививки до получения первых плодов проходит два года. Так, еще не все. Дело в том, что сразу бросаться при вас сливы на абрикос смысла нет. Почему? В нем смысла есть, когда их много, как у Сергея, да? Вот. Например, ну, взял и привил. А они взяли и все померли. Какие они мрут? Вспоминайте. Не мрут только венгерки. У них и совместимость с абрикосами не хуже, чем абрикос на абрикосе. Вот этот момент. И, как я уже говорил, это еще для чего? Дело в том, что завтра можно перевернуть вверх ногами. Вот взял у него абрикос. Подвоем служит, а слева приводим. Фактически это извращение. Вот. Почему? Потому что привил на культурный абрикос. Вот. Тут морозостойкость еще на вопрос, что более морозостойкое. А вдруг менее морозостойкое, то есть более морозостойкое привито на менее. И такое может быть. Мое предложение, чтобы разорвать, если нет, вот, как показываю на экране. Снизу. Слева. Болевает абрикос на слеву. Да, абрикос на слеву с определенными целями. Слева держит влагу там, где у него держит абрикос. Сейчас мы еще ниже к этому подойдем, я же все пытаюсь обосновывать, да. Раз. Тот же принцип вступает по отношению раньше. Два. Так. Наоборот, сдержанный рост. Как? Не любят. Ой, только бы у меня абрикос не был такой большой, как у вас. Да молите Бога, он вообще-то был. Какая вам разница? Ну, что вам, ну, где-то. Это надо, это надо, это, это, надо к тем больше, чтобы бояться, что он 20 ведер даст. А? Ну, слева на абрикосе не даст 20 ведер, ну, 2-3 ведра. Вот. То есть, если это делать, то с определенной целью. Но дальше начинается вся работа. Мы провели опыты с Чернобаевым. Мы добились того, что абрикосы, даже не пытаясь, особо стараясь, дремлоды не пошли, врать не буду, неудача, одна из моих немногих. А венгерки на абрикосе идут. А абрикосы на венгерке тоже идут. Но ведь в сырых местах, ну, где лучше подводить, вспомните, где снега полметра, метр. Конечно, на сливу. Вот. Вот с этого-то столько и начинается настоящая работа. Все, мы говорим про приживаемость, а это всего лишь удачные находки. Это как, наверное, можно тонну песка, а выкопать оттуда маленький такой камушек, это, как он называется-то, ну, назовем это самородок, да. А нам нужно, чтобы самородков было тысячи. Значит, нужно опять брать веточку и опять на подобный подвой. С третьего опять поколение взять веточку и опять на подобный подвой, подобно засять родственные связи. И вот при этих, а еще несколько условий от Железова. Называется это наслоение Минтера. Так, и, пожалуйста, перед нами вся Россия, где, не вся, большая часть России, где абрикосы не пошли, но пойдут на сливе. Елена Александровна, это у вас еще что-нибудь осталось или уже разорвались? Пора приниматься с работы.